Всем привет! В эфире программа Овертайм с очередной порцией спортивных новостей и с вами я, ее ведущий Максим Исаенко. С 28 января по 1 февраля на льду стадиона «Труд» физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода проходили игры второго тура открытого первенства Свариловской области по хоккею с мячом среди детско-юношеских команд 2005 года рождения. Совсем недавно в Полевском проходил турнир по хоккею с мячом среди команд дворовых клубов города. И вот теперь к нам пожаловали команды со всей области, чтобы сразиться во втором этапе открытого первенства Свариловской области. Мы очень рады, что на нашей базе проходит достаточно много таких турниров. Для нас это, конечно же, важно не только для вовлечения в спорт подрастающего поколения, но мы еще и другую сторону медали здесь видим. Благодаря проведению таких вот турниров ребята, конечно же, между собой общаются. Это способствует двустороннему развитию отношений и их дружбы. В соревнованиях приняли участие семь команд. Помимо хозяев льда Северского трубника, это еще Уральский трубник из Первоуральска, Старт из Нижней Туры, Сдюсшор 18 из Екатеринбурга, Спутник из Карпинска, Краснотуринский маяк и представляющий поселок Рудничный Эверест. Областные команды, тем более такой возраст, который им получается по 13-12 лет, приехали парни хорошие. Есть немножко команды, которые выделяются, есть команды, которые только еще в стадии становления, так сказать. Но в основном уже парни с амбициями стараются что-то выиграть. Я считаю, что все-таки команда Уральский трубник повыше уровень игры. Остальные, конечно, команды немножко было так. Не хочу своих друзей и коллег обижать тренеров. Ну, что есть, с тем и работаем. Что поделаешь. Сейчас раньше, я давно тренером работаю. Конечно, были посильнее ребята. Было больше команд, область. Сложно было выиграть. Сейчас много потеряли. Ну, хорошо, что хоть это есть. Все пять дней турнира, несмотря на морозную погоду, на льду стадиона Трут было жарко. Команды демонстрировали высочайший уровень хоккея для своего юного возраста. В русском хоккее очень много легендарных личностей. И мы рады, что ребята подрастающего поколения на них равняются. Сегодня, наверное, тысячи ребят выходят на ледовую площадку, показывая свое мастерство, показывая свой талант. Конечно же, заявляя о своей гражданской позиции. Мы этому, безусловно, рады. И надеемся, что кого-то мы, наверное, будем видеть в скором будущем. И играя за сборную Российской Федерации. Конечно же, нельзя не отметить вклад Северского трубного завода в развитие полевского хоккея с мячом. Благодаря градообразующему предприятию в нашем городе созданы прекрасные условия, позволяющие принимать хоккейные турниры самого высокого уровня. Мы стараемся организовать такое прекрасное поле. У нас есть серьезная подвижечка по этому моменту. Если внимание обратили, мы приобрели в этом году современные бортики, которые позволяют и без травм ребятам играть. Ну и, естественно, это наша эстетика. То есть положительные моменты в этом направлении у нас есть. И они будут в дальнейшем. Я давненько не был уже в Полевском, но всегда с удовольствием приезжал и буду приезжать в этот город, потому что хорошо знал Юрия Александровича Балдина, был лично знаком с ним. Многих хоккеистов знаю. То есть город мне всегда нравился, гостеприимный. С большим удовольствием, когда узнал, что второй тур будет проходить в Полевском, с удовольствием сюда поехали. Мне здесь все нравится, все устраивает. Жилье, питание, теплый прием. Поэтому город хоккейный Полевской. Для юных полевских хоккеистов участие в первенстве области – это плюсом ко всему прочему еще огромный опыт, когда в соперниках у тебя такие сильные спарринг-партнеры. Да, пускай сейчас пока не все получается в игровом плане, но в дальнейшем от наших хоккеистов ждут уверенного выступления на высочайшем уровне. Всегда домашний турнир, он как бы наших обязывает тоже же ведь выкладываться по максимуму и показать своим болельщикам. Родители приходят, родственники, так что все собираются. И в грязь лицом-то тоже не хочется упасть. В итоге открытое первенство Свердловской области среди хоккеистов 2005 года рождения завершилось ожидаемой победой Карпинского спутника. Поскольку именно подопечный Олега Свешникова составляют костяк сборной Свердловской области, весьма успешно выступающий и во всероссийских соревнованиях. Однако победа далась спутнику нелегко. Во втором туре уральский трубник взял у него реванш 3-1 за поражение в первом 2-7. И в итоге карпинцы обошли соперника лишь за счет лучшей разницы мячей в очных встречах. Упорной получилась борьба и за бронзу. В итоге старт, занимавший третье место после первого тура, сумела вытеснить с этой позиции команда с Дюшор-18. Соперничество было вдвойне любопытным, поскольку тренируют эти команды отец и сын. Старший Николай Кулаев старт и младший Олег с Дюшор-18. Северский трубник, одержав всего две победы, по итогам двух этапов довольствовался лишь шестым местом. А вот сейчас здесь могла бы быть ваша реклама. Стать спонсором программы Овертайм очень просто. Нужно лишь позвонить по телефону 3-25-35 или 3-57-86. Мы предлагаем два варианта. Первый это баннер с закадровой озвучкой, изготовление которого стоит 600 рублей, размещение 650 рублей один выход. Второй вариант поинтереснее, видеоролик, но он и подороже. Изготовление одной минуты стоит 1950 рублей, размещение одной минуты 700 рублей. Если у вас уже есть готовые ролики или слайды, то тут оплачивайте только адаптацию и размещение. Не откладывайте в долгий ящик, звоните 3-25-35 или 3-57-86. В минувшее воскресенье 3 февраля в лесном массиве между лыжной базой физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода и вторым микрорайоном Зеленого Бора состоялся праздничный юбилейный турнир по игре в Лазертаг в честь пятилетия основания в нашем городе военно-патриотического клуба-бригада и, собственно, появления в Полевском Лазертага, организации «Лазертаг Полевской». В соревнованиях приняло участие рекордное количество команд – 26. Пять лет назад в Полевском прошел первый турнир по Лазертагу. Тогда никто и подумать не мог, что этот военно-патриотический вид спорта приживется в нашем городе и настолько понравится полевчанам, а турниры будут проводиться регулярно. Все начиналось с хобби, все начиналось со страйкбола. Параллельно занялись Лазертагом, тут же занялись уже другими общественными мероприятиями и все, с каждым годом все больше и больше проводим общественных мероприятий, ну и просто люди приходят, играют в Лазертаг. Нужно отметить, что военно-патриотический клуб «Бригада» – это не только Лазертаг или страйкбол. Ребята принимают активное участие в общественной жизни Полевского, проводят благотворительные акции, помогают реконструировать спортивные площадки и не только. Я хотел бы поблагодарить ребят за большой вклад в развитие города. Это непосредственно участие в обновлении, восстановлении детских и спортивных площадок. В буквальном смысле спасена площадка на улице Гагарина, вдалеках. Еще хотел бы отдельно отметить патриотическое направление «Бригады». Помощь за оказание помощи в содержании памятника погибшим красноармейцам возле Троицкого монастыря. И многое-многое другое. Те же покосы в летний период – это все ложится на плечи «Бригады», на плечи этой общественной организации. Еще раз повторяю, нам бы с десяток таких «Бригад» у нас был бы город-сад. Действительно, патриотическое воспитание в Полевском городском городе довольно очень серьезно. И мы видим, что большое количество подрастающего поколения на этом мероприятии присутствует. Это здорово. И мы надеемся, что это действительно будущее нашей России. Они не будут забывать те вехи истории, которые сегодня многие государства хотят переписать. И мы думаем, что все-таки эти ребята – это опора наша. И все-таки это здорово, когда такие клубы у нас существуют. Я надеюсь, что этот клуб будет процветать и будет приносить только пользу в Полевском городском округе. Как говорится, спрос рождает предложение. И за пять лет организаторы провели уже более сотни различных турниров по лазертагу. Если еще сюда приплюсовать все школьные турниры, которые чисто для школ просто проводим, то еще больше, там, наверное, уже за 200. Потому что ежегодно мы проводим благотворительных турниров только от пяти до восьми. Плюс школьных турниров – это все школы нашего города. Ну и плюс еще ежемесячно какие-то такие большие мероприятия. Появилось новое движение такое. Мы проводим тренировки, лазертаг тренировки уже. И дети звонят, сами записываются. Плюс многие родители уже своих детей приводят. Вначале приходят с ними, смотрят, потом понимают, что это детям интересно, это надо. Это свежий воздух, это спорт, это отвлечение от компьютеров. Те же стрелялки, только в реальном времени. И неудивительно, что на праздничный юбилейный турнир изначально заявилось 28 команд. Правда, в итоге некоторые по различным причинам не смогли принять участие. И все же состав желающих пострелять из лазерного оружия на свежем воздухе получился внушительным. 26 коллективов. И организаторы постарались сделать помимо непосредственно самой игры в лазертаг развлечение на любой вкус. Постарались сделать праздник, постарались, ну тот минимум, собрали те интересных, веселых этапов, которые мы проводим, ну не только в лазертаге, а других. Там полоса препятствий, Урал-вызов, всем полюбившийся уже. Чтобы это, не кушали просто печеньки, пили, не пили много чая, а чтобы физически развлекались, занимались, пробовали свои силы. В итоге, после долгих, напряженных и временами изнуряющих лазертаг боев, первое место заняла команда «Бригада». Серебро в активе команды «Котлетки» и бронзу завоевали «Пантеры». Выигранный сертификат на 4000 рублей в игру лазертаг будет передан детям из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. С 1 января этого года детско-юношеская спортивная школа Полевского живет по-новому. Да и называется теперь просто «Спортивная школа Полевского городского округа». С чем связаны такие кардинальные изменения, а также о плюсах перехода на новую систему, нам рассказала директор спортивной школы Лилия Гаврилова. Спортивная школа с 1 января перешла на спортивную подготовку. Теперь мы называемся «Организация спортивной подготовки». Не просто детско-юношеская спортивная школа, а просто спортивная школа Полевского городского округа. И функцию у нас осуществляем спортивную подготовку по видам спорта, которые определены у нас уставом. На данный момент у нас сейчас 13 видов спорта. То есть школа у нас огромная, большая. И такие непростые виды спорта нам передали, как мотоциклетный, спорт автомобильный. Отделение биатлона, можно сказать, открываем. Поэтому это очень все непросто и очень сложно. Но тем не менее мы стараемся, выполняем, работаем по стандартам, по федеральным стандартам по виду спорта. Все это почему произошло? Потому что еще в 2014 году была утверждена государственная программа развития физической культуры и спорта. И определена концепция развития физкультуры и спорта в Российской Федерации. То есть здесь даже поручения президента тоже были, чтобы не разрозненные вот такие какие-то организации были. То есть дополнительное образование, они одним занимаются, спортивные школы Олимпийского резерва другим занимаются. То есть это все воедино, в одну, как сказать вам даже, наверное, в единую систему определились сейчас. То есть если мы организация спортивной подготовки, то есть мы должны обеспечить занимающихся у нас спортсменов выездом на соревнования, экипировкой, сборами. То есть это большое дело, конечно, потому что до января месяца ездили на деньги родителей. То есть сейчас, ну вот дай бог, что с февраля начнем полностью финансировать. То есть мы немножко вздохнем и будем готовить резерв сборной команды области, России. По федеральным стандартам есть определенные моменты, что вот у нас начальная подготовка 2-3 года по разным видам. У нас у некоторых видов спорта 2 года идет начальная подготовка, у некоторых видов спорта 3 года. Потом переходит на этап учебно-тренировочный. В основном 4-5 лет у нас этот этап длится. И уже спортивное совершенствование мы должны подготовить спортсменов не ниже кандидата в мастера спорта, и мы тогда определяем их в группу спортивного совершенствования. Стараемся, что этот толчок даст, обеспечим инвентарем, выездами. Почему выездами должны обеспечивать? Потому что, допустим, где-то в других городах, в нашем городе, есть хорошие звездочки, такие ребятки, которым надо съездить. А родители не могут этого себе позволить, то есть выехать куда-то на соревнования. То есть, получается, они ущемляются в правах. Он бы приехал, поучаствовал и куда-то и дальше бы пошел. Вот из-за этого тоже вот сделано, чтобы отбор уже целенаправленный, вести в сборной команды, чтобы просмотреть молодежь. И не только. Новую порцию спортивных новостей смотрите на нашем канале, как обычно, в следующий четверг. А пока новости и не только спортивные, вы всегда можете узнать на наших сайтах. Channel11.ru и Bajopol.rf На этом у меня на сегодня все. Продолжайте смотреть овертайм, болейте за наших, занимайтесь спортом. Увидимся на следующей неделе.